Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И мы продолжаем с вами путешествовать по северу Испании и, в частности, по загадочной стране Баска. Сегодня я вас приглашаю на прогулку по рыбацкому городку Гитария. Невероятно красивый, хоть и очень маленький городок. В Гитарии проживает всего около двух с половиной тысяч человек, которые в основном занимаются туризмом, сельским хозяйством и рыболовством. В этом небольшом городке есть прекрасный пляж с красивым баским именем Малькорбе Андарца. Это пляж с золотым песком, спокойной водой и его протяженность почти полкилометра. Кстати, для меня это основной пляж, на котором я купаюсь. Даже сейчас, несмотря на то, что уже на дворе ноябрь месяц, я еще продолжаю свои водные процедуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте прогуляемся по историческому центру гитарии. Здесь можно встретить средневековые дома-башни, характерные для Северо-Испании в период Средневековья. Дома-знати, которые построены в горном стиле или, как это по-испански звучит, в стиле Монтаньез. А если прогуляться по его узким историческим улочкам, то даже можно увидеть дом, который был построен в готическом стиле и прекрасно сохранился до наших дней. Поговаривают, что в нем есть средневековое подземелье для хранения вин. На некоторых домах сохранились гербы знатных семей. И ничего, что сейчас рядом с этими гербами можно увидеть, вот так вот запросто сушится белье. Главная улица города Гитария – это, прежде всего, множество баров и ресторанов. И если сюда вы попадете ближе к обеду, то сразу почувствуете аромат этого города. Для Гитарии характерны вот такие вот жаровни, встроенные прямо в стены по центру города, на которых жарят рыбу. Рыба на углях – главное блюдо этого города. Вот в этом баре даже, посмотрите, люстры сделаны из железных жаровин для рыбы. Городок Гитария славится своими знаменитыми уроженцами. В частности, в этом доме родилась Пепита Эмбель, мама самого знаменитого тенора Испании Пласида Доминго. Главной архитектурной достопримечательностью Гитарии является церковь Святого Спасителя, или Сан Сальвадор по-испански. Это сооружение в готическом стиле объявлено национальным памятником. Ее строительство датируется как минимум XIV веком. Несмотря на то, что церковь имеет достаточно скромное внутреннее убранство, а на месте алтаря только деревянное распятие, этот храм имеет особое значение не только в жизни городка Гитария, но и для всей провинции Гипускуа, так как именно в здании этой церкви в XIV веке проходили заседания хунты провинции Гипускуа, и городок на этот период становился главным политическим центром провинции. Гипускуа 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Башня Инквизиции является самой старой частью храма Святого Спасителя, а сама церковь является частью средневековой городской стены, охранявшей город от нападений с моря. В аккурат под алтарной частью церкви находятся городские ворота туннель Катропона, соединяющий исторический центр Гитарии с его рыболовецким портом. Океан всегда был основой экономики этого места. В историческом центре Гитарии найдены руины поселка Китобоев, которые датируются первым веком до нашей эры. А современная же Гитария была основана королем Наварры Санчи IV в конце XII века, тоже как китобойного порта. Но в XVII веке охота на бескайского кита была запрещена, и рыбаки переквалифицируются на сардины, мерлусу, морского окуня, ну и, конечно же, на контрабанду. Поэтому неудивительно, что среди столь опытных рыбаков-мореходов появляется персонаж, вошедший в мировую историю мореплавания. Именно в городке Гитария родился и получил свои главные навыки мореходства Хуан Себастьян Элькана, человек, который 500 лет назад первым обогнул земной шар. Хуан Себастьян Элькана был участником экспедиции Фернандо Магеллана и возглавил эту же экспедицию после гибели самого Магеллана, привел корабли к порту Испании, тем самым завершив первое в мире кругосветное путешествие. Фернандо Магеллана Перед обедом в Гитарии принято посидеть в порту на террасе с красивым видом, чтобы выпить бокал местного белого вина Чакали с жареными кальмарами. Город Гитария является центром одноименного винодельческого региона, где выращивают виноград для вин сорта Чакали, автохтонного вина страны Басков, которое вы нигде за пределами региона не попробуете. Виноградники в основном растут на склонах, обращенных к океану, поэтому про вина Чакали говорят, что это вино, которое пропитано ароматом океана, и это самое лучшее вино для рыбы и морепродуктов. Виноградники в основном растут на склонах, обращенных к океану, которые выращивают виноград для виноград для виноград для виноград. Это из-за настоящихся уроженцев городка Гитария, кутюре от Бога, кутюре всех королевских домов первой половины XX века, самого влиятельного кутюре XX века Кристоболя-Баленсиага. А рядом к этому дому прилегает музей моды Кристоболя-Баленсиага, в котором собрано более 3,5 тысяч экспонатов. Родился Кристоболь-Баленсиага в простой семье. Папа его был рыбаком, как и большинство мужчин Гитарии в те времена. Мама – портниха, и поэтому юного Кристоболя в возрасте 13 лет отдали в подмастерие портному. Уже в 24 года он открыл свой первый модный дом в Сан-Себастьяне. Затем Мадрид, Париж и на пике славы он прослыл, как кутюрье императриц. Ну вот и закончилась наша прогулка по рыбацкому городку Гитария. Если вам понравился этот мой выпуск, он там вот внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте поделиться в своих соцсетях с друзьями. Не будьте жадинами. Всем пока-пока, до новых выпусков. Субтитры подогнал «Симон»!